Очень кратко хотел бы сконцентрировать ваше внимание еще на двух вещах. Во-первых, на том, что оранжевая угроза это очень революция, это очень тонкие вещи. В чем состоит отказ от национального суверенитета? Я вам объясню на двух примерах. Вот в Украине есть группа ВВ, знаете, да, вопли Веда Плясова. И Руслана победили со конкурсом Евровидения. Оба этих, Олег Скрипка и Руслана, они культивируют так называемую этничность. Скрипка реально едет по деревням, собирает мотивы какие-то, пытается построить свое музыкальное понимание этничности. А Руслана вешает три таких гусульских ниточки сбоку на штанах, одевает кожаный костюм, вставляет две-три этнические мелодии и побеждает на Евровидении. Казалось бы, тоже этничность, но это псевдо, это попкорн, понимаете. Ничего с национальной этничностью она не имеет. Мы имеем 15 лет независимости и очень хотим иметь собственную историю, украинскую историю, понимаете. Потому что у нас есть архетипы, которые стоило бы развивать. А они нам предлагают псевдо. И будет в минимальном варианте этничность. То есть все знают, что итарианцы любят макароны, а немцы любят сосиски из Европы. Вот и все. Понимаете, это отказ от национального суверенитета в очень тонких вещах. Это не то, что придут там, нас построят и скажут, вы все больше не хозяева, мы хозяева, вам тут сидеть, а нам там делать. Нет, это тонкие вещи, это подмена. Сейчас принцип основной халтура, понимаете, схалтурить. Мы хотим иметь настоящее, они нам то же самое, но выкрашенные. И гораздо более сложные, чем просто Потемкинские деревни. И вот в этих тонкостях мы боремся с ними.